Приветствую любителей стратегии шагающих боевых машин в эфире инженерный подход канал фигакс продолжаем играть в рук так глобальную модификацию к игре battle tech в прошлой серии если вы помните я насобирал всякого разного кривими ручонками как мог впихнул все это дело долго и муторно это происходило естественно не успел толком испытать не на запись я потом немножко погонял сделал определенные выводы внес коррективы и так уж вышло что на лутал еще кое-чего интересного собрал это дело и сегодня вам продемонстрирую боевые испытания всего вообще своего боевого арсенала скажем так все будем испытывать в бою в жестких условиях все как вы любите поэтому готовьте чай кофе печеньки лютый физ к селем кто что больше народ любит и кому что больше нравится и погнали дневник сынов хьюрварда день 2197 мы только что прибыли в систему зутер мейер или зои термейер зутер мейер без разницы блин хрен вы говоришь короче чем тут делаем и почему она принадлежит клану барак открывая карту объясняю это все еще пятно сообщества вот таким вот она была от него осталось чуть меньше половины от его первоначальных размеров расовете штайнеры многое забрали себе потому что это изначально их территория стара дар перси таки сюда здесь оригин колишен ну и вот бараки залезли у них вот знать федерация солнц вальки рад где-то я здесь еще ребят видел магистрат канопуса сидит пожалуйста жиды флаконы к нам прибыли на раздачу есть против них уже пару раз воевал прикольно между прочим ну и самое главное и самое неприятное ненавидимый всеми клан барак захватил здесь планету зутер мейер ну и вот мы прибыли их отсюда выгнать почему именно их но как я уже говорил сообщество рок-тег почему-то очень не любит людей которые играют за клана барак мы сами по себе они себя ведут достаточно вызывающе ну и наше руководство тоже поставил задачу шут он сайт стрелять как только они где-то там появятся поэтому мы здесь после недавнего последнего видео есть определенные изменения в составе у нас я собрал сэвэдж вулфа но потому что калантех но утал все такое и вуль турку наконец-то таки не прошло и полгода какие-то самую вуль турку смог собрать сколько раз она мне попадалась вообще хайлендер который был крайне неудобным претерпел небольшие изменения я налутал две клановых лрм-20 соответственно боезапас тоже немножко оптимизировал не стал упороться в артеме составил лисон килл боезапас dead fire одна пачка тифон и зажигалок пачечка нормально вполне хорошо сажает и естественно х-40 куда же без нее прыги я попытался потестил мне не понравилось нужны механикам джампы как только у меня будет все что необходимо для эффективного использования дфа к им этого будет переоборудован риска пульта осталось верно себе king crap в принципе тоже единственное что я в очередной раз оптимизировал его основной калибр снял медэкспульсы и заменил их мир медами и накинул парочку еще батл компов хэдшот ему дал надо будет это испытать чисто ради эксперимента поставил bc кластеринг убрал потому что он понадобился в другом месте заменил трекингом критерий койл тут все прям в полном порядке дайр волф тоже несколько раз менялся но в итоге я остановился вот на этом билде silver bullet гаусс райфл х-40 потому что хэви гаусс очень часто молчал на протяжении всего боя эта штука хотя бы начинает стрелять раньше гораздо раньше и тоже ер ларджи пара штук с охлаждением более менее нормально супер чарджер сюда засунул таки умудрился с ним хотя бы дайр не опаздывает на раздачу успевает как и сам раздать так и принять от врагов battle мастер без изменений вархаммер по моему сейчас выглядит наиболее идеально насколько это вообще возможно его нынешнем билде дабл пдхс кит радикал пдхс кит был заменен на обычные одинарные прототипы тем не менее дхс тоже сюда ставится и все работает с нагревом стало гораздо хуже до него даже без включенного капаситатора идет альфа страйк в нагрев но это легко решается отключением ровно 1 яр пепцы как раз на тот момент когда перезаряжается капаситатор а т м ки прекрасно себя показывают почти каждый ход стреляют и куда-то там что-то попадают в остальном все в полном порядке был бы еще лишь не то наш я конечно сюда вот например плюс 4 воткнул бы у меня даже есть но нужно три тонны где взять пока понятия ними ну и собственно к новичкам в нашем отряде сэвэдж буф 4 а призван заменить риска пульту пока что он проходит испытания полевые непонятно что от него ожидать очень много урона он вносит тут аж прямо уже все палочки закончились 560 альфы можно было бы даже сюда и хэви мрм 40 засунуть но не хватает места под боезапас вообще он вот эти вот пачки apollo и все остальное может отстреливать там вот ну одной пачки ему хватает меньше чем на два залп 120 ракет он с альфы выдает 70 ракет два залпа 140 все и нет упаковки 1 вообще жесть инхэнст и мэджинг сюда попал таки был на лутом благополучно добавляет точность хорошую инициативу два шеврона дополнительных дает в общем все в порядке сэвэдж буф штука интересная но 100 ножом ему немножко не повезло будем крутить вертеть вот пожалуйста bc кластеринг сюда ушел с крабика потому что кластеризация для ракет гораздо важнее тем более здесь артемис тут apollo со своим бонусом а квирк тут сопротивление крит там 10 процентов вообще ни о чем на самом деле нет у меня дала черт ну и самое вообще наркоманское что у меня есть вультура даже у нее внешний вид какой-то слегка упоротый а уж если смотреть на ее раскладку то вообще страшно становится радикал пдхс вархаммера уехал сюда центре пузо турит маунт кто из инженеров додумался его сюда приварить я не знаю самая эффективная 2 ер ларджа что-то еще более крутое сюда засунуть я даже не знаю что пульсы может быть если только ер пульсы какие-нибудь клановые там наикрутейшие у них альфа повыше будет лазер пульс модуль на нем все основано 2 ер ларджа в пузе и всякое разное по рукам за рассунута cooling жакет обязательно целая прорва прототип дхс если в ультуре что-то сломают что-то оторвут я буду долго плакать броньки слегка не хватает но и она и особо не нужна тут есть у нас импрувнутый хэви лазер клановый один штук я бы с радостью поставил 2 но пока вместо него здесь работает лардж супра лазер от со сайте от сообщества переключение режимов можно больше урона наносить можно стрелять дальше в любом случае нагревом дает 56 и даже больше страшная вещь в режиме урона повышенного выдает 108 альфа страйк это самый большой урон по моему среди вот именно лазерного вооружения если не считать пипцы ну и если не считать гиперлазеры которые выдают по моему 140 режиме overcharge не хватает нормальных кокпитов много чего не хватает кстати я тут надо было все с энерджи окрасе может быть поставить предатор дает плюс 2 точности да но там зависит это вот дистанция эта штука в любом случае дает плюс 2 точности для энерговооружения must have просто ну и все на этом блин один день все таки ждать потом поставлю не хочу ждать не хочу мотать время и так его нет не очень много у меня у михоинов ничего нового и тут есть у меня один прекрасный контракте к на котором можно все это дело испытать как следует засада на конвой в пустыне против бараков максимальная репутация плюс 53 мы естественно full лут идем клан тех это такая вещь savage отваливая сюда идет хэви металл вультура отваливается сюда идет свеч потому что сигурд потому что лучший стрелок но и как бы он на катапульте катал до аффинити у сэвэджа не подходит под это дело у него минус 10 процентов тепла сопротивление критом стабилизация прям вообще ни о чем у вультура наоборот гонбоут игнор уклонения и плюс один ганере cool running еще больше охлаждение лучше работает больше тепла собирает еще плюс два к точности центр торса стабилизация прям плачев с шикарной аффинити у вультура king crab rain брита battle мастер тор бьерн вархаммер вультура дорог кого куда сажать ну вот агнешка я наверное на вультуру кину не знаю зачем это немного неправильно она так-то затачивалась под дайра но дайр пока не сильно прокачивание и дайру тоже надо конечно аффинити качать на двадцатку с ган болтом это будет совсем другое дело блин никеля нельзя ставить на дайра потому что у него в пайлотинг я вас понял у вультура пайлотинг не так важен хорошо вот так делаем лазер пульс модуль да он может критануться с плохим пайлотингом моего включить выключить на один ход можно без проблем ах ну да совсем забыл клан mortar carrier еще был на лутом здесь же в этом клан спейси местном филиале и прекрасные клановые мортиры 8 штук есть стандартные есть гайдет есть инферно есть кислота и airburst это пво шикарная вещь и практически идеальный добивальщик прок стилер скажем так 633 тысячи дроп коста обалдеть я шилтром не буду брать он смотрите сколько стоит почти сотню а мортер карьер обязательно надо хватать с собой 660 тонн мы вмещаем полетели где как не в пустыне испытывать новые билды да и теплоэффективность всех этих конфигов а вот и конвой где там карта мне знакомо да это та самая карта по такой чушь что другой здесь просто нет лейтенант виктор фаснер с нами отправился воевать он где-то здесь же реза спаунится канва едет тут . сбора тут скорее всего здесь за спаунится дополнительный дроп противника поэтому я высажусь вот сюда ха вы считаете что нельзя да ног вот здесь у меня есть местечко знатная об падаем не вопрос сейчас мы немножко разделим наши силы тем более их уже очень много поэтому имеем такую возможность толпой переца восьмером в одну точку это не лучшее решение а ты опять твою мать гребаные розовые скинчики дело не в графике на самом деле не в настройках это что-то с шейдерами с перегрузкой именно памяти логикой штормволф рыбиткой мотор союзный мотор вот это я понимаю четыре дубины на кого мы вообще делаем засаду устраиваем очередной savage wolf думаю вы теперь понимаете почему я его зовут он так быстро мирокс ты кто аллакорн непонятно с чем клан демолишер марк 3 это будет больно как всегда к сожалению не полюбоваться нам вот этими ребятами надо перезагружать все к чертям а я не готов это делать и мы уже сейчас можем теоретически в них даже пострелять ехать они будут сюда брить и пока рано вступать схватку поэтому она может походить принципе мы сюда приходим не на мехов любоваться на пыщ пыщ даку и вот это вот все прикольно они в точке заспаунились в итоге огребают оба 2 вообще много споров идет мол часто я слышу и в комментариях и в дискорде пишут мол нахрена ты взял себе на сборку всего три запчасти почему так мало нужно больше где хардкор ну зато смотрите сколько разных мехов в этом прохождении я вам демонстрирую мне самому уже стало скучно да я не спорю с этим но тем не менее это явно гораздо более зрелищно чем если бы я до сих пор на восьми кусках сидел с со стартовым копьем и пытался бы изо всех сил собрать что-нибудь хотя бы там 1 тяжа нафиг это надо накинь-ка мне сюда огоньку не огонек то не ауешная вот тифоны в самый раз вот прям вот сюда бросай тебе даже точность не нужно просто всю эту толпу накрывай кислотой единичка двоечка недостаточно это очень мало но полегче с large пульсами там чувак заскочил ты чё такой борзый мародер 2 но понятно все с тобой до 2 large пульса заклинил ультру это хорошо еще с реками не отстрелялся но у нас есть никель на в ультуре на сумасшедший сколько у тебя уклонения единичка включать пульс модуль не будем что он вообще делает он плюс 2 точности дает игнорит 2 уклонения и кучу нагрева дополнительно дает при стрельбе как видите по точности проблем вообще не будет никакой никаких единственное что в дальность высокая м а и хэвики молчат можно спринтануть не поможет это делал поэтому идем пешочком не торопясь у никеля кстати есть второй навык в ганре активный я выбрал именно control burst потому что снижает на 10 процентов нагрет минус рекойл минус шанс на 20 процентов заклинить и все это действует два хода вход когда активировал и в следующий удобная вещь на самом деле врубаем на урон 106 не 108 обманул я вас дальности не хватает твоим и мочи как есть без всяких бонусов ну и нормально чего зашло и никакого нагрева то есть тема и хэвики вырубаем и остывая а все остальное вот это вот лазером можно там такие стихи писать на броне врага что мало не покажется крабушек тебе придется пробежаться стрелять ты наверное не будешь в этот ход но можешь накинуть сенсор лог а не можешь это первый раунд вечно забываю как я заметил условием появления дополнительного лэнса противника на точке эвакуации является уничтожение примерно половины конвоя тором у тебя сейчас задача крайне простая заряжай инферно и жах и вот сюда нет не сюда мирокс мирокс еще не ходил вот в него наверное и жах и или чё или как или в сэвэджи но этот то греться не будет ладно давай там все равно всем достанется ой как тепло то хорошо ой как хорошо мотор покажи что умеешь тут и жжешь поле вот это союзничек конвой поехал граммоволка немножко досталось но жизнь будет агнешка сразу свой field команд супер ты у нас на даре до супер charger заводи пока можешь и вот так удар star под супер charger может у нас бегать без этого модуля этот мех чуть менее бесполезен чем полос кановой едет не доедет ой 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 сколько ракет то полетел но вы вслепую бьете поэтому точность у вас ни о чем да с связи с тем что риска пульта сейчас нет бою никто нас от воздуха не защищает на риска пульте стоит амс марк 2 я туда воткнул еще и по моему безоболочечные что ли ведь патроны не помню как они называются в общем их там 400 штук хватает на всех ставишь оверлоуд и там вообще жить можно накрывать куполом аймс и всех и сшибать все ракеты входящий просто на ура торбер но не везет пустынных картах часто фокусят его если он сейчас откуда-то сюда в прострел зайдет ему будет больно очень поэтому давай ты встанешь как-нибудь вот так аккуратненько и жахнешь вот потому с его джиер пипцами ну и не только ими разумеется да там все нормально а раз все нормально врубаем капаситатор vehicle динай ангелы 7 замыкаем на себя временно движемся сюда и глянь кого мы нашли мародер чека мы нашли мы нашли еще одного совершу все на гусях все по хардкору это ерунда море гуфаер суппорт брони в тебе мама не горюй 10 ультра десятых гибрид керриер нормально а тема клутанем гуси гуси га 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 2 ультры двадцатых клан димали шерна у тебя брони не очень много мы тебя спилим очень быстро давай топай товарищ вархаммер бей куда можешь вот сюда вот хочу с уроном только не говори что у него какой-нибудь там blue какие вот blue screen что ли не помню как эта хрень называется blue shield что-то там энергия демпер короче снижает урон от энергетического оружия причем прилично да без помощи союзников затащить это будет непросто если учитывать вот то что здесь еще кто-то рис понес тем временем наш heavy metal может выходить на дистанцию стрельбы по головному дима лишь его срезать наверное надо хотя ультры 20 до сюда не добьют мир окса чего мир окса 3r пипцы да еще и хэви лазером грей не хочу мародер долго не протянет особенно учитывая что сейчас на него выйдет сэйвэдж и вультура поэтому я попробую жахнуть вот сюда естественно нити фоном уже каким-нибудь дэдфайром или зажигалкой а вообще то что доктор прописал и да совсем забыл у меня же на хайлендере стоял х-40 я подумал о чем мелочиться если у меня валяется хак рисковый еще один и решил вот так вот его сюда воткнуть и получился филиал крабика небольшой стреляет это примерно вот так что-то у него там отработали хитинки он остыл когда я в него стрелял на нагрев это нормально свою активацию он получит дополнительный нагрев потому что у него хитинки уже отработали в эту пазу в свою фигург выиграл инициативу как всегда чё тебя можно подставлять но нежелательно на инхэнст и мэджин включаем у него есть стелс то есть на хорошей дистанции по нему очень трудно попасть у него там плюс четыре по моему на long distance действует клановый стелс поэтому буду держаться на расстоянии ты можешь даже наверное не знаю но вот так если пойдешь один шеврон это мало но мародер не переживет этот залп я вам гарантирую ладно давай так чтобы конвой не доставал но его нафиг стоялся нужно учитывать точность сами видите никакой варлорд нафиг не нужен далее offensive push 86 и 2 шикарная точность но хоть что-то у него нет но можно выцеливать любую часть тела чем его скотину выцеливать тридцатка кислоты с ракет apollo есть еще follow the leader ракеты но стрелять ими я сейчас не рискну apollo поинтереснее будет в этом плане причем и фаттл и apollo по моему одинаковый урон наносит если не ошибаюсь да поэтому какая к черту разница вот сюда цель в полу торса и убивают кислота сбривает броню apollo здесь кластеризуется примерно туда же ну там все уже короче мародер не боятся и он сейчас еще упадет от дуновения ветра один залп 70-тонного 75-тонного агрегата hot seat тебе не нужен это я тебе обещаю спринтануть до демолишера ты маги аж да нужно учитывать что эти ребята проедут сюда и смогут пострелять по брите мне такой риск не нужен но вариантов особо больше нет либо пойти сюда и выбирать любую из этих целей например вот это лакорн ультры десятые страшная вещь меткость позволяет нагрев тоже давай крутите барабан только что-то стоять заново то есть надо обязательно спринтовать на пешка русом ты ничего не видишь минус какой-то ваша урона всего лишь это будет очень рискованно и и будут все видеть иначе придется запускать hot seats и куда-то бежать ангела 7 на себя чуть не забыл возможно это поможет а если так не видно сколько ладно рискуем мне battle мастера сейчас могут срезать очень легко я даже укрепить не могу вот эту гадость я конечно сейчас постараюсь убрать с такой-то меткостью ну не в тут не туда ну ладно мартира его разберет если конечно будет ходить мартира в 19 фаза до будет ходить раньше этого лакорна по-любому его добьет а дальше надо решать эти два меня не интересуют дима лишь раз гусями но не то чтобы сильно вот этот вот ракетчик может быть опасен ну и все собственно ультра и 20 сюда не добиваются более на высоту rain вырубай hot seat дуй сюда и часто у меня будешь кого-нибудь килить на кого килить я бы наверное блин этих двоих ты не видишь мир окса тогда давай сенсор лог по кому без разницы но с его джи залочь это не имеет значения на самом деле сэвач тоже уже практически труп с ермедами почти нет нагрева при условии выключенного хотси ты конечно же мир оксу сейчас тоже придет хана давай посмотрим как работает офенсив пуш 8 и 2 в голову не очень много потому что это не сигурта у него своих бонусов хватает плюс на риска пульте были бонусы от affinity тем не менее можно попробовать на рисковый хак это вообще никак не повлияет много чего зашло но не убил к сожалению никел нужен ли тебе лазер пульс модуль ты можешь пола корну отстреляться можешь поэтому кто-то должен добить мародера причем аккуратно это сделать делать это можешь только ты тебя нет ходьбы после стрельбы к сожалению ты можешь примерно вот так встать и вот так вот по мародеру отработать я пока не хочу подставляться под массированный огонь потому что были случаи когда приходилось мне на ровном месте перезапускать миссию или просто там терять мехов потому что вот этот конвой фокусил какую-нибудь цель вот как сейчас например бриту фокусят вот по-любому по ней сейчас будет отстреливать конвой генешка торун задача торун просто как никогда заряжаем мортор ама ну одну на инферно давай и вот сюда по лакорну просто убей он не должен сходить вот там инферно и всем досталось они поедут по огню будут нервничать гореть получать какой-никакой урон это что-то такое отстрелялась твою мать брита подожди а почему ты же к хэдшотом ему не иммунно а от фу блин как пить hot seat да это отстрелялись вот эти штучки не помню что там это не 20 ультры были агнешка вырубай нафиг супер charger заходи сюда сколько там там их их там раз два три 4 5 до вторую тачку уничтожила и все и до свидули придет подкрепление тут считай у этого убили мир оксу хана по большому счету целый же тоже в зависимости от того куда мотор будет наш стрелять но эти два меня не интересуют окей тебя баллистик у тебя c20 чё за баллистик то что ты твою мать камера прекращать 200 274 этого чуть чуть меньше что ладно буду вот этого покусить давай вырублю один ярлардж только не убей его пожалуйста только не сейчас хорошо сбрила броню пойдет вот это вот прям хорошо был мир окс отработал ну хэви металл нормально держится первоклассный пилот ты сейчас нагреешься я как не знаю кто холодный чей маск включил что в тебя засунули мир окс ну сэвэдж все до свидули твои волос теперь главное вытерпеть вот эти залпы от конвоя тайра можно мочить у него 1700 брони а вот батл мастера не надо ребят вот не стоит это делать решил сходить чё будешь с нагревом делать мир окс кто может мне сказать что у мир окса структура в пункте не можешь сказать сигурд обычно может да только я не туда чекаю вот это вот ты не можешь его показать мир окс непростой парень да и выглядит тоже достаточно интересно надо будет посмотреть как мы всего конфиг на википедии потому что нет кучу что у него капец что-то очень холодная стоит система охлаждения в полном порядке капаситатор вырубай ты парень час горячий стал ходи сюда по миру ксу зал давай вот видите яркий пц и даже с отключенным капаситатором к сожалению дают нагрев это потому что радикал по дхс отсутствует обычно в этот момент он активировался и на ноль сводил весь нагрев придется остывать вот таким вот образом к сожалению кулант под может быть поэтому он оставал пода у него отрабатывали в любом случае парень сдох у него там все повзрывалась реактор уничтожен полу торс тоже по моему ему оторвал помянем чё еще скажешь громоволок догоняй конвой скорей а это умничка смотри чё делает эти двое меня сейчас вообще не беспокоит они под горой сидят и ничего не могут сделать со мной у них нет прямой стрельбы с его же заклинило 40 мрм к сожалению шанс клина 14 процентов это много несмотря на ганре 12 даже если до пятнашки доведу шанс клина достаточно высок остается ну чё я могу сказать пойти сюда стреляться поэтому гибрид карьера он скорее всего умрет даже от 30 мрм ки но это неточно с его швов я проигнорю он уже ничего не сделает можно конечно вот так подойти до кислотой облить дима лишь роты а давай нас его джи это подставит очень сильно не хочу рисковать в целом я могу себе позволить сейчас заспавнить вторую волну противника давай фото элки сюда жахни это будет 210 альфы ты это убьешь да 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 вы слышите эти шикарные слова к нам приближаются силы противника они уже приблизились они уже тут стоят я вижу зевса гренделя сэвэдж вулф и еще одного их тут как грязи этих волков если честно просто вот я не знаю как чего как песка в пустыне я сыпали сэвэдж вулф не опасный на самом деле только разве что я т.м. 6 но на таком расстоянии тимбер б с гусем зевс м ки сплошные плазма канон вот гренделя я бы снял а то он меня сейчас перегреет здесь пол команды но есть проблема да у ребят 6 шевронов 6 шевронов тут бы сейчас как раз таки пригодился никель его лазер пульс модуль и вот это вот лазерная в ту сторону находится никель у нас тут вультура сюда вряд ли сможет пострелять нормально но еще вопрос что делать хагену с его хайметом учитывая нагрев это значит что лурмить он не сможет х-40 там толком не отстреляется давай знаешь чё дуй сюда вот так вот аккуратненько это конечно чревато придется рискнуть и понадеяться что еще один залп он выдержит и вы давай вот сюда альфа-страйк лисун килл или dead fire dead fire давай сюда правда у тебя варлорд уже вот это вырубаем лисун килл ну и с полной раскрутки раз есть возможность даем залп чтоб наверняка этот зима лишь он не должен был выжить отлично сейчас в этот раунд надо быстро максимально шустро уничтожить конвой ну и заняться оставшимися силами врага достаточно просто все это проходится когда ты примерно знаешь чего ждать несколько раз я встречал конвой вот здесь вот в этой точке на этой карте убивал две машинки здесь оставалась целая звезда противника на вот этих же советжах и сзади меня вот это все дело спаунился естественно ггвп все перезагружайся чувак чё так что пострелять этот демолишер кстати даже еще кислотой не облит но сигурд его уже и не обольет разве что это сделает мартира мартира это сделает слишком поздно здесь есть еще вот эта штука ты и рейн может спокойно разобрать учитывая что у него хамелеон боятся какого-то огня не приходится раскручиваем на 60 гуляем сюда даже немножко остываем 99 точность слушай может тебя это самое мнение на пробил таки ты посмотри чел он творит не во лбу было 262 он это проковырял одной хагой одной это просто читерные пушки их наверно ближайшее время порежут дадут повышенный шанс клина или ты круть мисс фаер как и не любят это делать обрите надо сваливать очень у ротарка и не заклинил там адовая отдача сюда медикса не достают сюда достают давай бам-бам чисто символически обозначили и отошли вот сюда спрятались индиректом чтобы могли только мочить сожалению это падла стреляет в этот ход хотя должна была уже сдохнуть давно счет ты врешь а ну чё ты врешь ну ножку немножко до самую малость сейчас огнешка будет ходить супер charger вырублен по этим ребятам мы кстати можно сильвер буллетом отработать слегка можно и не отработать можно дима лишь выковырять дальше давай так правая нога но могут тебе в ногу прислать да ну чё ж теперь вот я тебе сейчас брейс накину ты можешь подогреться ты можешь пострелять всем чем есть дима лишь и нормально шикарная точность все готов щенка гуси рулит в текущем версии рок-тека да мы уже совсем забыли про этого сэвэджа он тут еще оказывается пытается жить но живет он крайне плохо никель родненький ты же можешь но принципе если я вот это в range переключу ты можешь да но крайне крайне хреново ты можешь как вариант пойти лежачего добить чтобы что союзники тоже все отходили лежачего добить а то он еще встанет же эти все уже ходили это шняга ходила придется на нее еще целый ход тратить ну или вот так давай сюда не буду включать лазер пульс отработаю по шняге урон стандарт на range 48 на урон ну нормально все короче будет по стандарту отстреляют конвой уничтожен вот так это работает осталось разобраться с целой звездой бюроков торун 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 блин хотел я тебе что-то поручить но уже не помню чё ты можешь добить сэвэджи чтобы союзники на него не отвлекались давай убиваю это можно отключить поэкономить боезапас скорее всего он сдохнет снаряды у мортира летят крайне неприятно и довольно таки кучно это по моему единственный вид артиллерии сейчас который действительно хорошо работает без необходимости выкачивать шанс попадания точность стрельбы как летают стрелы вы видели по крайней мере так эти ребята сейчас будут ходить начнутся по крайней мере цифалус уже это сделал набил 5 шеврончиков до сигурд может сходить с ним пообщаться но я бы я бы я бы я бы даже не знаю что тут вот эти двое скорее всего именно союзники займутся нет сэвэджем нужно подождать есть торбьер остывший остывший торбьерн который может набрать кучу уклонения и может зайти например как ты можешь сюда зайти на него но так вот может пойти да и на это цифалусу точность любом случае будет максимальная по нему капаситатор пока заводить не буду капель потому что сами видите здесь не очень хорошая точность греться не будем а вот фантом мех не повредит давай так стреляй очень хорошо зашло оба 43 процента кстати чё его боятся этого цифалуса у него ни хрена нет зачем я в него стрелял вообще по подавлению и 7 пока все тихо оставляем ангелов пассивном режиме я чё-то вот этого гренделя боюсь потому что он своими плазмами не перегреет кого-нибудь он еще и прыгать умеет у дайра открыта спина я вас понял прямо сейчас агнешка прожимает вот это топает сюда разворачивается лицом к врагу и долбит сэвэджи но потому что же выше хитчэнс вперед а это еще и спина была да но извини братан жизнь боль хагена можно натравить на ребят ему нужно остывать чё тебя с нагревом скажи мне почему ты так кипятишься ну хак я тебе вырублю до опор мофты грец сейчас не должен так сильно принципе то кто там грендель ходил на чем накинуть тифонами тифонами по гренделю чтобы кто-нибудь потом его накрыл еще цифалус уже все отвоевал можно это чего выключил ты можно тумбочки прямой наводкой засадить лисан киллом 30 процентов шанс ничем не это не даст давай-ка по зевсу тифонами но мне не нравится точность я буду бить по гренделю и все равно накрою зевс вот увидите он там уже что-то в него залетела зато больше досталось гренделю союзнички давайте жгите вот этих двоих уберете прям вообще красавцы быть давай мочи этого сэвэджа очередного полин столько лута даже не знаю что собирать а таймак у меня уже полно на складе на самом деле мне бы какой-нибудь радиоэлектронику надо быть все если копит и вот это вот все полин дайру срезают броню с ног у них кто еще не ходил тимбер и все принципе с этой стороны ладно потом мастер у меня более-менее остыл эти ребята заняты своими делами разгоняем бриту как нет не нравится такой разгон ладно черт с тобой спускайся подставляйся ты очень хорошо видишь гренделя просто великолепно давай пять шотов по нему но и как видите 94 у него входящий урон по нему потому что таргет resistance 117 ну вот и все летальный урон по ходу чуваку голову отстрелили бывает брита не нередко этим занимается а чё вы не показываете ну покажите что там что там вроде ничего не изменилось водит сейчас тумбочка долго думает думает размышляет чтобы делать такой ситуации и в итоге фокусит папу конечно же кого же еще фокусить как не ближайшую цель крабушек может спокойненько вот так сходить и сейчас дает спокойно без напряга пострелять покажи мне чё ты можешь сделать с тумбочкой а ничего ты не можешь да у него почему-то чувствовал что ли имеется это баги не обращаем внимание окей заводим offensive push находим не цифалуса а тумбочку головешку 8 процентов при вот такой вот меткости offensive push чисто ради эксперимента понятно что там кластер решает я либо ты в голову попадаешь либо нет в данном случае не попал ну окей я чё-то только сейчас увидел что у союзников есть рыбит кают о мародер чик ты попал капитально салвейдж вулф ломает нашего шторма волка как ему не стыдно ну вот сейчас настал звездный час сигурда я надеюсь да вот потому зевс он сейчас отработает просто как я не знаю кто как боженька еще и под варлордом ты если чё не серчай парень бизнес дело такое ничего личного зашла кислота до кучи залетает опова и вот там еще небольшой залп да и все собственно хэви мрм 70 дамы и господа прошу любите жаловать риска пульта не может так при всем желании при всей моей любви к этому меху риска пульта так не умеет запускаем пульс модуль бежим сюда и наслаждаемся вот такими вот прекрасными цифрками и показателями точности с минимальным нагревом control burst не нужны данной ситуации они по крайней мере не дадут точности это для за точностью к варлорга пожалуйста без ноги тумбочка конечно же долго она не простоит давай родной падай молодец торн можно даже не ходить тупо с места отработать даже не знаю кого тут мародер дохлый тут спинка у сэвэджа стоит светится но валяется тумбочка еще к тому же станет она нескоро цифаус меня вообще не интересует поэтому отправлю подарочек вот этому товарищу две зажигалки 2 кислоты его кто-то там тандемами еще окучивал нормально мартиры очень сильно повысили градус боли у врагов на самом деле это гораздо лучше чем лонг том который у меня там был шилтрон который сдаст двумя пятыми ротарками творил вещи но да пока он доедет до дистанции стрельбы этими ротарками проходил очень много времени со фалус что-то хочет сказать ну говори долго думаешь падла да в таких ситуациях в уль турки будет трудно выдавать свой альфа-страйк и май хэви лазеры не достают до целей на ножи и к лучшему на самом деле зато можно каждый ход вот так выдавать кучу альфы не совсем альфы но урон нормальный хаген ты в прямую наводку поймать никого не можешь только спину сэвэджа там валяется у нас теперь меня он не интересует сходи тогда вот так и продолжай жечь я хочу чтобы это сволочь выкинулась из меха но это не точно не факт что он конечно выкинется скорее быстрее него что-нибудь взорвется при припасов от м ки например да не густо нагрева конечно ну давай койотик решил пробежаться какая у тебя инициатива 18 21 21 этот вырубленный ты у нас цел красава и ты можешь ходить после стрельбы посему добивай вот это в ногу полуза лидера разумеется потолками в ногу они как правило бьют в точку уж если они куда попадут то все досвидули да пошло в ногу но правда там оверкилл похоже случился и левый торс тоже забрали к сожалению ну остановись ты уже ну сколько можно и куда-нибудь сюда в тылы хоп брит и ротарка в кулдауне находится на это видно сразу не дыксами конечно может даже попала ты зырча капаситатор до заводи ангел активный вот так не знаю зачем это не повели не увеличит точность по цели но позволит хотя бы вот так вот стреляться можно на небольшой перегрев пойти да нет не страшно зато вот так вот и цифра вас потерял все свое уклонение хваленую от такого перегрева пилот 10 из 10 не не взорвется громолог ты еще живой хорош с реками отработал включился падла агнешка добивая это потому что тебе все равно ходить далеко не нужно и тупо не можешь это делать сильвер буллет сэкономим или чё или давай сильвер буллетом просто посмотрим как это работает там что я так и не не осознал как эта хрень стреляет один выстрел а там целая куча десяток раскакивает то есть это не совсем ауе это не то что я думал он бьет в точку а уже в точке раскрывается и там вылетает куча десяток в противника и чувак что сами делается то один перегреется то другой пустыня мать и то вам не шутки да с полной раскрутки ночи у хага идет просто разброс это что-то типа дальнобойного дробовика который кластеризует свои вот эти вот лучи добра тихо 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 пульс модуль вырубай видите у пилота пайлотинг пятерка завел пульс модуль шанс боя плюс 15 процентов каждый дополнительный ход и плюс 10 процентов при активации первый ход вот я включил отстрелялся дальше надо вырубать иначе все он один черт не видит ничего поэтому расслабляй булки мотор тоже никого не видит только тора увидит вот этого товарища заливая его кислотой inferno не знаю надо не надо давай одну пачку кислоты 3 1 как раз боезапас весь уйдет час разобрать его моего и без кислоты можно нагрев это всегда хорошо и полезно не видать товарищи ашам и рынке не могут бить индиректом к сожалению по моему это их единственный недостаток ну и конечно шанс клина яр пипца отлетела до свидания ты можешь что-нибудь увидеть вот были бы у тебя прыги какие нибудь очень хочу механикал джампы на это на хайлендера зажигалкой до лисан килом уже жах и забудь все 27 мало для индиректа конечно брита тоже ничего не видит я могу запустить ход сид пробежаться и все равно ничего не увидеть ладно не вопрос торбер греется капаситатор вырубай да и за нагрева ты ходить ты не можешь зато вот атм ки индиректом долбит но нет без критов парень горит парень под кислотой убивает гормолок а сволочь такая и выключается благополучно ну и чё скажи стоило она того рейн его видит прям с места ну значит кончай головешку двумя ярмедами попадет не попадет ай ладно пофиг это в любом случае смерть мало что переживет 6 залпов из хага но мародер везунчик не знаю каким чудом он не держался там столько критов зашло пор он на 19 фазе ходит либо мотор добьет его либо одной из двух я торун я гайдет гайдет центр пузо давай там все без шансов уже мортира критует очень знатно еще и ногу забрала отличненькой сумер и забирай нас ну что скажете как вам такой расклад savage wool в троих забрать умудрился он у нас кто он у нас мрм щик еще одна имба текущие итерации хэви метал больше работает как поддержка так уж получилось но если раскрутит хак мало не покажется никому кинг краб чудеса творит брита тоже как всегда до рву внезапно троих забрал ну потому что участвует в зоне боевых действий самое главное дайру добраться и пострелять если стреляет то кто-то дохнет обязательно вультура тоже не смогла конечно весь свой потанцевал продемонстрировать но как-нибудь следующий раз обязательно мы это вам покажем мне понравился вот эта штука ой чо лутать чо алла корн с чем начало мне не показываете опять все из все сломали до крушитель показывает алла корн не показывает южен странно насколько я помню у него там ничего хорошего не было я наверное есть собирать ничего не буду хотя мог бы забрать атм лрм карьер д но мне не нравится его броня 9185 это один любой залп даже не прямой и все и до свидули море гуфор спорт чем вооружен тоже хрен его знает как всегда пони все сломал новый кат мир x 70 тонн квирк комбат компуктер уменьшает нагрев по моему на 5 процентов супер култ все дела вариант 12 метровый высоты тотемный мех клана нова кат горячо гоняет мог бы собрать но не буду я вообще мехов уже не хочу собирать сколько можно атм ки есть атм шестые можно взять но не будем торопиться ерлар джиер пипцы гуси х 40 пара штук надо подумать large year пульс 6 он 54 альфы полтос нагрева чё по модулям ребят понятно что есть он ультра десятые двадцатые вот это вот все очень хорошо актив проб клановый забирая bc tracking забираю хамелеон у меня есть bc tracking если что скину плановый эксельки за бабло одну возьму продам щас эксченджер и внезапно закончились на нем не на всех мехах торчат все с отце точность авто пушек минус отдачи минус тепло ну такое себе артемис 4 не надо мне это добро 1 волокно клановый кстати внезапно у меня его нет гиры ты пенсия уже забрал компенсировал джамп и маска клановая патч work t1 все стандартное weapon mount recoil как хорошо забираю требует lower actuator то есть я не могу его на крабика поставить но тому же например хайлендеру почему бы и нет или брить и брить и вообще идеально зайдет съедает и вратарки 20 боезапас до много вкусного вот вот это я хочу вот это я очень хочу поэтому наверное bc tracking отмена ларм хер и ларем артемис срм боезапас гипергауса и а т.м. у меня есть две штуки и а т.м. у меня одна штука вторую забираю и наверное поставлю себе а это м ки куда-нибудь в этого как его вархаммера чё бы нет дима лишь он кусочек далее у него по моему ультры были 20 но его можно использовать ярлард же оставляем яр пульс спасибо ребята excel как и обещал продаю хамеле он у меня уже есть один пары эксченджеров 1 миллиард к у меня две штуки лежит хит тенки 19 штук спасибо в другой раз срм артемис четвертую пачку заберу так уж и быть на деньги улетают как видите было 25 лямов осталось 17 прям вот что-то как-то в минуса уходим пробили по баракам о забрали даже у них планету внезапно совершенно неожиданно это же сколько я там внес влияние не понял я посмотрим до главная проблема хэви метла чиниться он достаточно долго когда получает урон по броне потому что ферра ламиляр к требовательная зараза но дар волк просто много огреб поэтому вот так 6 дней будет это все чиниться нормально можем тут повисеть за термейр наш почему так получилось а я понял мы убавили влияние бараков получили свое одной победой 33 процента охренеть и это еще не полное влияние было выбрано именно поэтому у нас сейчас большинство но все бараки да сведули нечего вам поплавить это чья федерация солнц но это сами разберетесь антарес под сообществом его дает лига свободных миров мариан здесь бараки все еще здесь отбили их назад вот пожалуйста видно что спокойно штайнер собрался скооперировался и наконец-то этих ребят отсюда выгнал честь им и хвала за это ну а железные люди продолжают экспансию на восток сегодня был захвачен где он сердце был захвачен а вчера link king так это давно уже было обогнар кстати недавно мы забрали как пекте почему-то уже наш тут осталось всего ничего буквально пару планет хонгар и тим тимфу заберем ну вот это вот все короче перекрасим желтый цвет и пойдем наверное дальше куда-то в этом направлении смотрите сколько тут безжизненных кусков камня лутай не хочу клан space и мне такое чувство делать больше нечего потому что сами видите сплошные сэвэджи сыпется но вот оружие клановского прям не хватает буду я на этом заканчивать если вам интересно продолжение саги о железных людях то подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать оповещение сразу же как только выходит новые видео пишите комментарии ставьте лайки заходите в паблик вк на сервер дискорда все ссылки в описании под видео ну и конечно же наш канал на твиче живет и здравствует фигинг там стримит вовсю заходите будем рады вас видеть выпьем же меду во славу один сколь